Всем доброе утро! Меня зовут по-прежнему Наталья, как и вчера. Я тренинг-менеджер компании Кьюти, и сегодня мы говорим о бренде по уходу за волосами Массил. Вчера у нас был Вадор, сегодня Массил. Бренды в чем-то похожи, но есть и различия. Если говорить про историю бренда, ему уже 7 лет. Это для истории не так уж мало, не так уж много. За 7 лет они смогли понять, что очень востребовано у покупателей, что они не пользуются особой популярностью, и в чем особенно нуждаются покупатели, какие ожидания у него от косметики. Поэтому я бы провела такие различия между Ладором и Массилом, что Массил, он более что ли современный, они не делают акцент, что это салонная косметика или не салоны, вообще для всех. Удобно использовать как в домашних условиях, так и в салонах, потому что результат здесь точно салонный. И так же, как в Ладоре, они избегают парабенов, силиконов, сульфатов, то есть максимально безопасно и для окружающей среды, и для человека. Вот эта тема экологична, безопасна, веган и так далее здесь тоже прослеживается. И так как это все-таки тема сейчас салонная, поэтому косметика очень популярна. Был вопрос, подделывают ли Массил. Я видела подделки Массил еще года три-четыре назад. На Интершарме, как ни странно, в нагло продавали Массил, который был абсолютно, вот видно, что это подделка. Показывали Саше, самый знаменитый, вот эти вот, которые восемь секунд. И мы наливали специально для сравнения на лист бумаги оригинальный Массил, который давал такую густоту, как бы, как эссенцию. И из поддельного Саше, где была просто вода на спирту. То есть она не делала ничего, просто раздевалась, весь был лист мокрый, и больше ничего не происходило. И очень сильно пахло спиртом. Так что Массил, к сожалению, подделывают. И как и вчера, я также скажу, что не хотите подделок, покупайте у Кьюти, все. Тут никаких секретов нет, не нужно изобретать велосипед, просто берите у проверенных поставщиков. Вот и весь секрет. Начинаем с шампуней. Шампуней у Массила немало, есть на разные тип полос, они очень сильно все отличаются. Вот этот шампунь, они его называют профессиональный, он с керамидами, с бактериями с салициловой кислотой, с уксусом. Подход для очень жирной кожи головы. Сразу скажу, что все шампуни и все бальзамы очень приятный аромат имеют. Я бы сказала, что они почти все, ой, парфюмированные, случайно перемотала. Глубокое очищение, никакой сухости, никакого шелушения, волосы послушные. Уже после шампуня волосы будут великолепные. Так, вот такой важный момент. У всех коробок есть защита от скрытия. Вот такой стиль, я его просто разрезну, чтобы показать. Сама упаковка, тачскрин очень приятный, таксильный. Это же тоже немаловажно. Но даже и здесь, ой, господи, это боже мой. Отходите, пожалуйста, силу мнения. Защита в виде фольгированной мембраны. То есть защита от скрытия. Здесь идет максимальная всех шампуней, всех средств. Поэтому для безопасности покупателей здесь сделано все. Вот объем есть такой, а есть объем еще. Эти же все шампуни повторяются в объеме 500 мл. 300 мл и 500. Я просто взяла на Кемерре розового. Но все виды шампуня будут повторяться еще в таком профессиональном объеме. 500 мл это, конечно, не всегда для использования дома. Если у вас не супер длинные густые волосы, можно использовать в салоне. Как использовать? Намыливаем два раза, смываем. И дальше уже по своему усмотрению используем либо кондиционеры, маски, несмываемый уход. Здесь много чего будет, все расскажу. Поэтому вот этот шампунь самый популярный, самый, наверное, известный у Масилы. Именно красный профессиональный шампунь. Он так называет салон Хайер. Шампунь для того, чтобы убрать желтизну. Такой шампунь. Это известный продукт. Он не содержит силиконов, сульфатов. Гелевая текстура, очень нейтральный PH 5-6. Здесь есть поликвартиниум, который дает нам вот этот вот объем, гладкость, убирает электризацию. И делает волосы очень гладкими и хорошо расчесанными. Вообще существует у них и бальзам, насколько я помню. Что-то сейчас я не увидела в матрице. Вообще существует. Так, этот шампунь мы используем для блондинок. Но он очень хорошо подходит для жирной кожи головы. И дополнительно убирает пекарь и дополнительно разглаживает волосы. Вот у него такие вот бонусы еще есть. И тоже он есть в двух объемах. Шампунь для окрашенных волос с пробиотиками. Они сделали в таком розовом дизайне. Очень вкусно пахнет цветами. Просто передать не могу. Надеюсь, мы доживем до того момента, когда можно будет в зуме передавать еще и ароматы. Это было бы, вышло бы обучение на совсем другой уровень. Здесь также есть пробиотики, экстракт чайного дерева, мята, который дает легкую-легкую свежесть, но не ментол. Очень хорошо распутывает волосы, облегчает укладку. Но самое главное, что он будет защищать волосы от вымывания цвета. Поэтому вот это именно для окрашивания. Для других типов волос не надо. Все шампуни, кстати, бессульфатные, если что. Вот, все, видите, шампани, которые мы сейчас перечислили, они все бессульфатные. Для всех типов волос подходят, но главное для окрашенных. А вот этот шампунь зелененький, вот он. Видите, здесь слово скальп. Это для глубокой очистки кожи головы. Он будет убирать всю мертвичину с кожи головы, отшелушивать, убирать остатки стайлинга, муссов, пенок, пекать, убирать жирность. Делать очень-очень глубокое очищение. Но так как здесь тоже есть и пантенол, и салицилокислота, и здесь, кстати, есть ментол. Поэтому будут очень освежающие действия. Имейте в виду, что такой шампунь не на каждый день слишком освежающий. Особенно, когда наступит холодный период года, вам от такого шампуня даже может быть немножко холодно. Потому что здесь идет глубокое, сильное очищение и охлаждение. Ментол здесь нужен имято для того, чтобы убрать зуд и раздражение. То есть мы такие шампуни используем перед филлерами, перед масками, перед каким-то очень серьезным воздействием на волосы и на кожу головы. Обычно используют раз в неделю, раз в 10 дней, в зависимости от того, как часто вы используете разные средства для укладки. Кто-то может вообще не пользоваться, им такие шампуни нужны. Но, как показывает практика, если такой шампунь используют перед филлером, совсем другой эффект. Поэтому перед филлером мы прямо рекомендуем такой шампунь. Если филлер используют каждое третье мытье, то шампунь каждое третье мытье, чтобы был максимальный результат. Шампунь для объема волос с пробиотиками. Он тоже есть в таком объеме 300 мл и в большом объеме. Здесь солодка, гомомелис, мята не содержит ни силиконов, ни сульфатов и тоже нейтральный паш. Он очень хорошо убирает излишнюю жирность кожи головы, освежает, но при этом не сушит, не путает волосы. Волосы не будут, знаете, как мочалка. Наверное, такие шампуни используешь, которые для жирной кожи головы, и полотно волос невозможно прочесать. Вот с этими шампунями ни с одним такого не происходит. Они все-таки за счет аминокислот очень хорошо разглаживают волосы. Поэтому вот после этих шампуней может появиться ощущение, что какой-то кондиционер и бальзам уже не нужен. Все-таки нужен, но потом делаем какие-то укладки, термическое воздействие. И шампунь с яблочным уксусом. Обратите внимание, что здесь два шампуня в зеленом оттенке. Здесь разные зеленые оттенки. Вот этот шампунь для глубокого очищения, более холодный зеленый, более такой теплый зеленый. Ну, я бы так сказала зеленый. Не знаю, как моя камера передает. Мой свет вернее передает. Это шампунь с яблочным уксусом, чтобы отшелушить, опять же, оговоревший слой, чтобы не было никакой сухости и шелушения. Он тоже для жирной кожи головы. Все средства с яблочным уксусом, они дают нам глянцевый блеск. Еще называют жидкое золото, как только эти волосы. Не знаю, чтобы волосы очень сильно блестели. Был такой зеркальный блеск. Все, что с уксусом, оно на это и направлено. Ну, у шампуня тоже есть очень хорошее глубокое очищение, потому что здесь салицилка на год очищает сальные железы на коже головы и убирать излишнее накопленное кожное сало. Это актуально для жирной кожи головы. Имейте в виду, здесь шампуни нужно подбирать четко по типу кожи головы. Шампуни всегда выбираем по типу кожи головы. А вот маски, которые тоже идут в комплексе, в таком же дизайне, они уже выбираются по составению волос и по типу волос. Вот, как всегда, вам обязательно сравнительная табличка, подсказка, чтобы помнить, для кого какой шампунь. И кратко пробежимся. Красный. Для поврежденных, для ослабленных, но он на самом деле универсальный. Отлично работает вообще на всех типах волос. И самый-самый, поэтому он продаваем. Дальше. Сиреневый шампунь. Для осветленных, для тех, кто хочет добавить холодного цвета, холодного подтона в свои волосы. Розовый шампунь у нас идет. До чего дотягиваюсь? Для окрашенных волос, для сохранения цвета. Зелененький. Для всех типов волос, которые нуждаются в глубоком течении. Перед филерами, перед какими-то серьезными укладками, чтобы сделать волосы максимально подготовленными, рассыпчатыми, очень красивыми. Голубой шампунь у нас идет для объема, для тонких, для стекловидных, для таких детских волос. И который с уксусом шампунь. Он на самом деле для всех типов волос, но у кого перхоть, сухость и такие проблемы волос. Получается, резюмирую, что вот эти два шампуня, красные, это чем-то маска покажет, вот эти два шампуня самые универсальные, я бы так сказала, потому что они подойдут 80% покупателей и клиентов точно, потому что они очень комплексно работают. Остальные шампуни, они все-таки чуть более узкоспециализированы. Вот голубой шампунь, например, азиатскому волосу не нужен, который и так объемный. Есть люди, которые хотят прижать этот объем, этот шампунь будет слишком давать сильный объем. Поэтому здесь подбираем по типу кожи головы и так далее. Дальше у нас идут маски. Соответственно, такого же цвета, как и сами шампуни. И вот тут я бы не рекомендовала подбирать шампунь с яблочным уксусом и маску с яблочным уксусом. С одной стороны, очень удобно. Как подарок, вот ты купил такой набор, все ясно и понятно. Работает хорошо, да, безусловно. Но если, например, волосы очень сухие, то такой маски, которая идет против перхоти и с яблочным уксусом для глаз-эффекта, может быть недостаточное питание. Особенность этих масок, всех вот этих масок, я сейчас подержу, что у меня висит, их можно и нужно наносить на кожу головы. Не так много масок существует, которые рекомендуют наносить на кожу головы. Обычно мы как читаем в применении, что наносите маску, отступая от корней 2-3 см, ни в коем случае не носите на корни, иначе не будет ни объема, ни ничего хорошего. Эти маски рекомендуются настоятельным производителям наносить на кожу головы, массировать. Сразу забегая вперед, скажу, есть такая специальная силиконовая массажная щетка с мягкими зубчиками. То есть вы наносите маску, массируете, прочесываете, чтобы она хорошо распределилась, и потом где-то минут через 5 смываете. Вот эта вот уникальность массива в том, что их маски наносятся на кожу головы и на все полотно. Объем волосы не потеряют, они будут красивые, гладкие, а кожа головы здоровая. Вот данная маска с яблочным уксусом, она еще убирает пекать и балансирует кислото-челочной баланс. Использовать можно после каждого мытья. Когда используется шампунь, тогда можно использовать и маску. Используется как бальзам. Маска для окрашенных волос, она тоже наносится на кожу головы на 5 минут, лучше на 5 минут. Защищает цвет от вымывания, волосы делают рассыпчатыми, очень блестящими и легко расчесывающими. Потому что здесь тоже аминокислоты и целый комплекс масел. И органа, масло камели, масло риса в хатрубе. Поэтому волосы сразу будут такие запечатанные, очень блестящие. Если волос не проблемный, не окрашенный, такая маска может перепитать волосы. Здравствуйте. Маска для объема волос тоже стрибиотиками. Здесь гидролизованный коллаген, простите, который будет очень уплотнять волосы, делать волосы более плотными, густыми. Очень хорошо для тонких волос. Но она на это направлена, что добавить объем. Маску тоже наносим на кожу головы. Вот ее можно подержать чуть-чуть дольше. По всей длине хорошенько прочесать. Тогда будет более плотный, густой волос, потому что еще дополнительно есть протеины и масла виноградной косточки. Это, кстати, очень легкое масло, не будет поэтому перепитывать. И тонкий волос не будет как бы обвисать. И масло камелия, которое тоже хорошо работает на блеск. Вот этот бальзам, маска, она одна из самых универсальных. Если вот шампунь, я бы не сказала, что самая универсальная, то вот эта вот маска, она дает объем уплотнения, особенно на тонких волосах. Бывает такой волос тонкий, но густой. И из-за того, что он тонкий, он путается. И вот такая маска очень хорошо сработает, обволакивая каждый волосок такими протеинами. И волос будет казаться визуально более густым, плотным и объемным. На густых, плотных волосах толстых эта маска ни к чему, она не сработает. Потому что волосы, если сам по себе уже такой богатый, то что там еще утолщать, собственно. Ну и, конечно же, маска с аминокислотами. Здесь масло органы, масло виноградной косточки для сухих, окрашенных, поврежденных, для всех типов волос. Вот эта мне маска больше всего напоминает самую знаменитую у Ладоры ЛПП маску. Потому что она тоже такая вот универсальная, всем дает очень хороший результат. Вот то, что в красном дизайне, оно прям что шампунь, что маска, большинству подойдет. Не знаете, что посоветовать? Посоветовать вот эти два красных продукта, и шампунь, и маску. В разных они объемах есть. Здесь у меня вот 300 и 500, а существует, по-моему, еще мини-версия. Я просто не все подняла со склада. И, конечно же, вам такая табличка, подсказка, что когда нужно использовать. И такое резюме. Для всех этих волос убирает перхоть, укрепляет волосы. На маслах делает волосы мягкими, красивыми и стимулирует рост. Маска с пробиотиками, розовенькая. Оно защищает цвет, чтобы цвет не вымывался и устранялись бы повреждения. Будет сохранять яркие оттенки. Голубенькая маска для тонких волос, которым не хватает объема. И красная, на самом деле, универсальная. И ломкость уберет, и длину можно хорошо отрастить, и хорошо увлажняет. Это у нас были маски и шампуни. Еще раз говорю, совсем не обязательно подбирать все из одной серии. Красный с красным, зеленый с зеленым. Нет, так уже давно никто не делает. Можете шампунь и укрепляет подобрать такой, а маску чередовать. Может быть, иногда зеленая, может быть, иногда и, не знаю, голубая. Потому что мы все разные, кожа, головы у всех разные. И само полотно тоже очень-очень разное. Я знаю, например, что те, у кого волосы тонкие, не держат объем никакой. Специально очень сильно осветляют, окрашивают волосы, чтобы они стали более поврежденными. Но за счет этого лучше бы держали объем. Есть даже такая история. Вот эта маска, она есть в большой банке, большая версия. Это супер-хит и во всем интернете, и по всем продажам. Это очень популярная маска. Здесь 10 протеинов, органовая маска, 15 аминокислот. Она сразу разглаживает. Это действительно премиум маски. Вот есть такой вариант, а есть в саше. Одного саше вам хватит за глаза. На свою длину я бы, наверное, на два раза разделила. Потому что она очень густая, плотная, насыщенная. Очень глубокое питание. Восстановление с первого применения. И кто не любит возиться, кто вечно торопится, нужно, чтобы сразу 10 в одном, чтобы сразу эффект был. Вот такая маска заменит. И филлер, и бальзам, и маску, и любую несмывашку. Все и сразу. Наносим на чистые подсушенные волосы. Распределяем минут на 5. Греть, ну не надо на самом деле греть. 3 минуты мало, по опыту скажу. А вот 5 минут, 7 минут можно подержать, замотать. Потом просто смываем и делаем укладку. Волосы будут уже идеально рассыпчатые, блестящие, гладкие, не спутанные. Сама маска густая. Поэтому ее нужно как-то постараться хорошо очень распределить. Конечно, можно на пробу брать саше, чтобы понять, подходит вашим волосам такая маска или нет. Ну или продавать вашим покупателям для знакомства. Вот это супер хит. Неспроста. Секундочку. Ну и переходим, наверное, к самому известному продукту от Массила. Это маски для волос 8 секунд. Они назвали этот продукт маской. Вот везде мы пишем что-то, читаем, что это маска, маска. Но вообще народом, покупателями воспринимается этот продукт как филлеры. Я бы, да, и сказала, что это филлеры, вполне себе филлеры. Или жидкие кондиционеры, или жидкая маска, кто-то так называет. И они представлены в самых разных видах. Вот сейчас достала в таком объеме. Когда маска упакована, новая, естественно, здесь у вас защита с стикером, простите. Вот она запечатана. Там будет фольгированная мембрана. Я сейчас закрывать не буду. И потом, когда вы убираете фольгированную мембрану, специальный носик, который, если закрутить, он защищает от вскрытия. Сейчас покажу, изображу. А сама активно пользуюсь, у меня дома стоит. То есть я закрутила, все, носик закрыт, не выльется. Потом, когда вам нужно воспользоваться филлером, чуть-чуть подкручиваете. Вы видите, что появилось как бы отверстие. И через это уже отверстие наливаете сколько вам необходимо филлера. Поэтому удобно, эту крышку можно выкинуть, после того, как в носик вставили, и спокойно держать. Это ванна, ничего не поведится, влага не попадет. Потому что здесь умный такой носик, который будет защищать от того, чтобы продукт не пролился. Итак, есть вот эти вот филлеры. Я буду их назвать филлеры, ладно, для понятности. Представлены в таких вариантах. В виде саше, где очень-очень много этих саше, по-моему, 20 штук. В виде вот таких стеклянных бутылочек. Поэтому можно для того, чтобы понять, какой филлер больше подойдет, попробовать слизи саше в виде такой ампулки. Либо, если уже понравился сам продукт, взять для домашнего использования большой флакон и спокойно пользоваться. Вот эта вот маска 8 секунд, которая идет как бы с розовой цифрой 8. Они везде будут цифрой 8. Просто будет отличаться цвет восьмерки. Где-то бирюзовая, где-то такая салатовая, где-то розово-малиновая, что ли. И они все-таки отличаются. И перекликаются с теми же оттенками и свойствами, которые мы наблюдали у шампуня и масок. Это просто, опять же, для подсказ. Итак, маска розовая. Это самая-самая универсальная филлер. Здесь и керамиды, и шелк, и спирулина, гидролизованный коллаген, кератин. Это очень насыщенная маска, которая сразу делает волосы шоковистыми, как мы вчера говорили, ламинированными, скользкими, очень блестящими. И что касается использования таких филлеров, как рекомендует сам производитель наносить. Наносим прямо из этого носика. Поэтому здесь и сделан. Но вот эти отжатые волосы вот так вот жамкаем, смываем и уходим. Либо вы можете так же, как и филлер ладок, размешать один к одному. Вопрос, как поизмерить один к одному, если выбрали большой продукт. Ну, на глаз, в неметаллической посуде эту эмульсию. Там не совсем эмульсия, я бы сказала, такая жижа, что ли. Ну, в хорошем смысле жижа. Не пугайте, что она будет не такая плотная, густая, как ладок. Она все равно очень хорошо распределится по волосам и сделает свое дело. Или точно так же можно заморочиться, под шапочку нагревать. Но почему назвали 8 секунд? Именно, чтобы подчеркнуть, что это экспресс-средство для того, чтобы максимально быстро получить результат. Если вы просто нанесете на спутанные кончики волос и оставите на какие-то миллисекунды, эффект все равно будет. Все то же самое. И тот самый единственный правильный способ использования не существует, как и с любыми филлерами. Надо пробовать, смотреть, какое больше понравится. Я сама лично использую, просто нанося в душе, ничего даже не отжимая, никакие волосы. Все равно работает. Волосы гладкие, скользкие, рассыпчатые и не путаются. Ну, не потому, что просто, честно говоря, лень возиться с этими шапочками и мисочками, поэтому я выберу для себя самый ленивый способ. Так тоже может, это нормально. Ну, выливаем либо вот с самого флакона с носиком, либо прям из Саше. Маска с салатовым. Салатовый такой, восьмеркой. Ну, вот, которую я и показываю. Очень глубокое увлажнение. Идеально для тех, кто хочет отрасти длину, потому что предотвращает ломкость, но еще убирает перхоть, убирает шелушение. И да, кстати, эти маски можно наносить, как говорит производитель, на корни волос. Я почему не наношу? Я человек, который не может добиться объема на волосах, поэтому я не рискую. Потому что маски все эти очень насыщенные, интенсивно питают, разглаживают. И мне кажется, что, ну, мое субъективное впечатление, что мне не хватает объема. Вот если с этими масками такого не происходит, то с этим, мне кажется, уж слишком все такое гладкое, как стекло получается. Поэтому я на всякий случай не ношу. Хотя предварительно рекомендую наносить и на кожу голову в том числе. Вот эта маска очень хороша для, опять же, тех, кто не может отрасти длину, для ослабленных волос, для ломких. Поэтому хорошо подойдет для осветленных, для милированных, ну, когда вот волосы уже на кончиках, им не хватает питания, жизненных сил. И маска голубенькая, вот она тоже есть. Вот, кстати, я не показала еще такие большие упаковки. То есть вариантов, как себе протестировать такую маску, очень много. В виде ампулок. Сколько, что там? Много, больше 20 нарядов. Либо с носиком, либо с ашетки. То есть можете, вот перед вами сейчас на слайде варианты упаковки этой маски. Чтобы познакомиться, можно попробовать, ну, начать с одного саше. Это маска для объема волос. Вот этот хиллер будет волосы делать более объемными. При этом очень глубоко очищает кожу головы. И за счет этого немножко такой пышности добавляет. Очень хорошо защищает, оказывает термозащиту. И здесь, опять же, можете использовать как экспресс-средство. Вот эта маска пока она, может быть, не так распозналась покупателем. Но сейчас входит в одну из тоже самых любимых. Но в хит остается вот эта маска. Все хороши. У меня лично глаза разбегаются, какая из них лучше. Ну, и, конечно же, я сделала вам такую сравнительную табличку, чтобы подсказка была, кому что и для чего. Красненькая с розовой восьмеркой. Для поврежденных, для тусклых, для убитых таких, очень быстро восстанавливает. Зелененькая, салатовая, вернее, для ослабленных, поврежденных, которые ломаются по длине, топорщатся по длине, которые очень ломкие. И голубенькая цифра, где она у меня. Для всех типов волос, кому не хватает объема, то есть для тонких волос. Так же, как вот эта вот голубенькая, все для объема, для тонких волос. Так же эта цифра. Поэтому здесь легко провести параллель, что какой цвет, для какой функции нам нужен. Масло для волос с легкой текстурой. Это просто какие-то ангельские средства. Они когда открыли и балдели. Сейчас покажу. Масло для волос с действительностью легкой текстуры. Их два вида. Они очень похожи по составу, только отличаются по аромату. Потому что эти оба масла парфюмированы. Вот это масло убирает сухость, убирает какие-то ослабленные пряди. Здесь органовое масло, масло марулы, масло виноградной кошечки. И за счет масла виноградной кошечки масло не тяжелое, очень легкое, водное. Моментально впитывается, нежирное. Для пудрявых волос идеально подойдет, не будет утяжелять. Сейчас покажу, как оно упаковано. Вот здесь у нас, конечно же, защита. Вот так оно было. И внутри коробочки, очень красивый. Еще есть специальный дозатор, который вы потом вставляете просто и пользуетесь маслом. И вот, знаете, оно пахнет, мне кажется, оно пахнет весной, свежестью, чем-то вообще фантастическим. Я бы сказала, пахнет юностью. И там и персик, и какие-то ноты ягодные. Девочки, посмотрите. Впечатлитесь так же, как и я. Подойдет всем, кто любит легкие-легкие такие ароматы свежести, чистоты, весны, юности. Очень приятный аромат, прям рекомендую. И будет хорош на любое время года. Масло можно наносить на сухие волосы, на влажные, перед укладкой, для того, чтобы в течение дня убрать топорщики, сухие кости, кончики. И это масло, за счет того, что оно очень-очень легкое, невесомое, вы не переборщите с ним, не перекрузите волосы. Поэтому просто попробуйте, особенно на волнистых, на кудрявых волосах, он не будет эффект такого стекла делать. И точно такое же масло с лактобактериями, дополнительно здесь добавлено масло оливы, масло жужеба, чуть-чуть более платно. И здесь уже аромат, не то что посерьезнее, более взрослый, я бы так сказала, более женственный, для очень-очень женственных девушек. Оно увлажняет, питает, точно так же дает очень хорошую термозащиту. Оно плотнее и по аромату, и по густоте, чуть-чуть плотнее, но оно все равно легкое, увлажняющее. Вы тоже не перегрузите, не перепитаете эти масла волосы. Как будто бы это масло более вечернее, на более холодное время года. Но оба масла великолепны. Есть еще вот такое масло, это было одним из первых, тоже парфюмировано, идеально для сухих осветленных волос. И там есть, секундочку, вот такой дозатор, который вы тоже вставляете после того, как открыли. Хорошо оказывает и термозащиту. Здесь масло оливы, жужеба, масло семян камели. Оно более классическое масло. Здесь не было таких компонентов, которые облегчали бы текстуру. Это относится к классическим маслам для волос. Тем, кто любит все-таки обычную текстуру, не супер легкую. Есть такой разряд покупатель, которому нравятся обычные масляные формы. Более классическое. Собронила. Вот этот бальзам Нисмувашка. Я сама лично этим пользуюсь. Уже много лет. Годом три так точно. Знаете, почему много пользуюсь? Очень экономичный. Невероятно экономичный. Вот одного нажатия мне много. Я его выдавлю. Очень плотный, густой такой бальзам. Распределяю и прохожусь прям по всей длине, почти на корне. Что дает этот бальзам? Он, конечно же, парфюмированный, с какими-то такими восточными нотками. Он очень хорошо уплотняет волосы. И волосы, я клянусь, правда говорю, получаются идеально шелковые. И когда я укладываю волосы, они мало того, что разглажены, они визуально становятся более плотными. Вот у кого тонкий волос, у меня как раз такие тонкие волосы, это очень хороший вариант, чтобы волосы сделать хотя бы визуально более богатыми. И как ни странно, этот бальзам очень сильно улучшает укладку. Когда волос тонкий, вы знаете, что он плохо держит укладку. Ничего не держится, ни объем, ни кудри, ничего. Просто это все сразу спадает. Не успел ты выйти из дома. А вот такие бальзамы, они делают укладку более устойчивой. По крайней мере, до склада я смогла дойти, чтобы у меня какая-то иллюзия локонов осталась. У меня просто прямые волосы. Подходит для всех типов волос. Наношу на почти посушенные волосы полотенцем. Очень хорошо распределяется, но невероятно экономично. И он у меня, наверное, закончится вот через три. Хотя я его использую каждый день. Поэтому имейте в виду, на тонкие волосы будет расход долгий-долгий-долгий. И точно такой же бальзам с теми же функциями. Аминокислоты, масла, протеины. Но здесь аромат, называется он Sweet Love, сладкая любовь. Я бы сказала, что это аромат, опять же, весны, свежести, ягод, цветочков. Ну, аромат для меня юности. Юной девушки, 17-летней, которая свежая, как, не знаю, как майская роза. В хорошем смысле. И отличие вот этих двух бальзамов именно в аромате. Кому что больше нравится. Это более такой женственный. А этот более юный. Если можно так аромат называть вообще. Лосьон для волос. Так, бля, секунду, пожалуйста. Вот. Это, по сути, пилинг. Пилинг для волос в разовых таких тюбиках. Я его пробовала, покупала себе всю упаковку. Одного тюбика хватает реально на три пимения. Раз в неделю, если делается пилинг, ну, регулярно, для кожи головы. Здесь чайное дерево, прополис, который будет, салициловая кислота, который будет очень глубоко очищать кожу головы. Здесь воздействие не механическое, не за счет соли, не за счет каких-то скребирующих частиц, а именно за счет самого состава. Поэтому будет такой охлаждающий эффект, очень глубокое очищение, которое кажется сначала мягким. То есть, как мы это делаем? Хорошенько моем голову шампунем. Лучше шампунем для глубокой очистки. Вот таким вот шампунем. Напоминаю, где написано слово «скальп». Но это может быть любой другой шампунь, который вам подходит. Подсушиваем волосы чуть-чуть полотенцем, чтобы больше воздействия было именно пилинга. И дальше по проборам наносим, там острый такой носик, наносим по проборам вот этот вот пилинг. Даже если не жалеть, очень хорошо наносить, все равно одного тюбика хватит на несколько раз. Я вот не жалела, наносила, все равно у меня осталось. И потом начинаем активно-активно-активно массировать. Не так уж и бережно, потому что там нет никаких частиц, которые повредят кожу головы. Массирую до ощущения, что вот уже, ну, все, можно смывать. Там будет легкий-легкий такой эффект охлаждающий. И потом смываем и укладываем волосы. И несмотря на то, что это был пилинг для глубокой очистки, он оказывает такое хорошее действие на волосы. Волосы уже очень хорошо разглажены. Так удивительно, он вроде бы не для волос, но волосы разглажены не как мочалка. У меня просто для сравнения был очень известный пилинг, не буду называть марку, на основе морской соли. Он, конечно, кожу головы очищал капитально. Но что происходило с волосами, это была не волосы, а какая-то спутанная мочалка, которую было невозможно прочесать. То есть после того пилинга мне необходимо было нанести маску, какую-то несмывашку, чтобы просто хотя бы прочесать волосы. И это, я говорю, принякрашенный волос. А если бы это был блонд, то что бы мы вместо волос получили, я не знаю. Вот с этим пилинг такого не происходит. Он, с одной стороны, мягкий, но глубоко очищающий. И у покупателей может возникнуть впечатление, что раз там нет ни соли, ни с каких срабирующих частей, что он какой-то прям очень уж мягкий. Нет, он будет работать за счет кислот. Каха кислот фруктовых и салициловой кислоты. Плюс еще масло чайного деревья. Поэтому эта мягкость, она такая обманчивая. Очищение это будет нормально. Раз в неделю, раз в две недели, в зависимости от того, сколько стайлинга используется, насколько кожа головы нуждается в глубоком лечении. Ну, в среднем это раз в 10 дней точно надо делать. С нашей экологией и так далее. Так, ну, вот этот вот массажер механический. Их, казалось бы, так много сейчас. На ВБ еще где-то, и все они одинаковые. Нет, не все одинаковые. Если сделаны вот эти зубчики очень грубо, не гнутся, не мягкие, можно так себе расцарапать кожу головы, что потом придется лечить. Здесь вот сделана специальная ручка, которая, кстати, вот так вот делается, все хорошо моется. И такая расческа, щетка, массажер, она во много раз усиливает действие всех средств, которые мы говорили. Шампуни, маски, филеры, пилинги, кстати, все, что вы наносите, это усиливает кровообращение, улучшает распределение средств по всей длине. И за счет того, что зубчики все-таки мягкие, даже если вы будете с отчаянием, с усилием кожу головы тереть, вы не навредите, вы не сделаете ничего плохого для себя. То есть не переборщите лечением кожи головы. Когда мы можем использовать? Когда наносим шампунь, чтобы получить глубокую очистку, тщательную очистку, чтобы все-все-все участки были хорошо промыты, мы можем использовать эту щеточку. И лишние волосы, кстати, они сразу удалятся. Когда мы наносим маски, напоминаю, что все маски у массива можно носить на кожу головы. Тоже можем массировать, плюс распределять маску во всей длине, чтобы она везде подействовала. И когда мы используем различные пилинги, у нас еще будет такой вот тоник впереди для улучшения... Ой, простите, пожалуйста. Для улучшения роста волос тоже все это помогает. То есть такая универсальная расческа, которая нам будет усиливать все средства, которые мы носят. Не обязательно масил. Она сделана идеально. Мягкие зубчики, силиконовые. И она, кстати, очень хорошо моется, дезинфицируется. Ей сносу не будет, хоть годами ее использовать, с ней ничего не будет. Это уже тоже, говорит, с опытом меня коллега брала. Года четыре прошло. Как много. Питательные гели для душа. Здесь я сильно останавливаться не буду, потому что здесь основное отличие этих гелей именно в ароматах. Все эти гели содержат растительные экстракты, керамиды, очень мягкое очищение, супер мягкое очищение. Поэтому вам может показаться, что гель как будто бы даже чуть-чуть не смылся. Здесь сделано специально так, чтобы гель не сушил кожу тела, а оказывал очень мягкое воздействие. И у каждого геля есть свой особый аромат. Либо аромат хлопка, вишни, малины, жасмин, ирис или белый мускус. Выбирайте гель для душа только по предпочтениям в аромате. Конечно, мне кажется, вишня такая самая универсальная. Но может кому-то ирис. Тут я уже не буду настаивать. Ароматы у нас всегда очень индивидуально все воспринимаются. Тут никаких моих субъективных мнений быть не может. Так. Все получается. А почему вот этот вот тоник у меня упустился? Вот этот тонер, тоник, ампульный тоник, для улучшения роста волос, мы его наносим для того, чтобы устранить выпадение, улучшить новый рост волос. Вот этот вот тоник наносится, как вы видите, с помощью специального носика, и массируется активно в кожу головы, активирует рост волос. И вот сам руководитель, о, кстати, производитель рекомендует этот тонер, кстати, вот, хотел сказать, в упаковке их 4. Сразу 4 больших вот этих флакона, это на целый курс интенсивного восстановления, устранения, выпадения волос. Можно пробовать, потому что они мега освежающие, они очень сильно охлаждают, очень сильно усиливают кровообращение. И производитель, да, говорит, что это надо бы продукт оставить, но я бы сказала, что если вы почувствовали, что продукт очень хорошо подействовал, все с ним хорошо, я бы можно было его смыть. Тут индивидуально, как со стканевой маской, потому что когда-то рекомендую тканевые маски смывать, а когда-то рекомендую тканевые маски не смывать, а остатки эссенции вбить в кожу. Поэтому здесь я бы все-таки за индивидуальный подход, потому что продукт, это очень интенсивный для курсового использования. Субтитры создавал DimaTorzok